Радио Вера Рада Твоего Я подскорблю Гором услышь тебя Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, друзья, как вы уже, наверное, поняли, запись – это с истории, самое начало XX века, церковный хор, между прочим, хор Храма Христа Спасителя. И запись эта предваряет начало нашей программы «Светлый вечер» нашего сегодняшнего «Светлого вечера». Я Алексей Пичугин, Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер. А в гостях у нас Илья Толкачев, регент нынешнего хора Храма Христа Спасителя. Илья Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Илья Толкачев родился в 1964 году в городе Александрове Владимирской области в семье священника. Пел в детском хоре Троицкого собора Успенского монастыря города Александрово. Впоследствии пел в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке под руководством известного регента Николая Матвеева. Позднее сам стал регентом в этом же храме. Окончил Московский государственный медицинский университет. Доктор медицинских наук, практикующий врач, а также церковный композитор. С 2007 года регент хора Храма Христа Спасителя в Москве. Программа наша сегодняшняя посвящена хору Храма Христа Спасителя. Это, как выясняется, не просто церковный хор. Это еще и, простите за такую банальность, творческая единица. Можно так сказать, да? Можно. Хор Храма Христа Спасителя активно гастролирует не только в России, но и за рубежом. Проводится фестиваль патриаршей хора Храма Христа Спасителя. Вот обо всем об этом, думаю, мы сегодня и поговорим. Вы могли бы рассказать сначала немножечко о том, что мы сейчас услышали? Те песнопения, которые прозвучали от начала XX века, то, чем занимаетесь вы, насколько принципиально отличается от той традиции? Или вы являетесь прямыми продолжателями? Ну, хор Храм Христа Спасителя, который... Собственно хор Храма Христа Спасителя, он был основан в 1901 году, хотя до этого, с 1883 года, в этом храме пел хор Чудового монастыря. Лучший хор в России, даже считается, что он был круче, чем синодальный хор, про который все знают. То есть традиция у нас... Глубокая. То, что отличает сегодняшний хор от хора того периода, ну, принципиально то, что тогда пели мальчики, вместо женских голосов, сегодня поют девушки. А почему, кстати говоря, женщины не пели в то время в хоре? Девушка пела в церковном хоре о всех уставших в чужом краю, о всех кораблях ушедших, ну, да и так далее. Девочка, да. Впервые девочек в хор пригласил Архангельский в Петербурге. А когда это было? До этого. Это тоже начало 20 века. А, ну, собственно, тогда Блок имел... Блок и услышал. Да, имел возможность услышать это. Поэтому мы сегодня имеем вот эту традицию, вероятно, еще и потому, что где ж набрать столько мальчиков, что в каждом приходе был хор мальчика. С девушками попроще, все это полегче. На сегодняшний день у нас есть такая, открою вам секрет, есть такая идея вернуть мальчиков на клерос, и в этом направлении у меня ведется работа. А возраст какой? Пока голос не сломался? То есть лет до 13? Ну, у всех индивидуально, но, в принципе, да, где-то так. А потом как быть мальчиком, у которых начинается лоб? Да, это проблема была и в хоре Чудо-Монастыря, это проблема была и в Синодальном хоре, это проблема сегодняшнего... Но сегодня все проще, опять же, да. Тогда либо они переходили в мужские голоса, если голос позволял, либо занимались чем-то другим. Либо, как в Я шагаю по Москве, а у вас есть Робертин Лоретти? Нет, почему? Подрос. Да, действительно. Скажите, пожалуйста, хор Храма Христа Спасителя возрожден в 98-м году, правильно? Да. А вы попали чуть позднее. А я в 2007-м. В 2007-м. А как вы попали в хор Храма Христа Спасителя и чем занимались до этого? Просто у нас программа называется «Светлый вечер», программа не о событиях, а о людях и смыслах. Поэтому, конечно, хотелось бы и этот аспект тоже осветить. Вот как вы попали в хор Храма Христа Спасителя? Меня пригласил отец Михаил Рязанцев. Именно как регент, в качестве регента? В качестве регента. А до этого вы чем занимались? Ну, в том числе и... Регентовал. Регентовал, да? А где? В Москве? В Москве. Я был регентом еще при жизни Николая Васильевича Матвеева на Большой Ордынке. А, вы пели на Ордынке? Я у него учился, можно так сказать. И был его... Сразу после него я встал за пульт хора... Храма всех скорбящих радостей. Храма всех скорбящих радостей, да, и при его жизни он стоял рядом со мной, по нему еще тогда он не мог дирижировать. Вот, и я руководил этим хором, да, до его смерти я его отпевал. После этого, ну, случилось со стороны то, что случилось. И по экономическим соображениям этот хор был, к сожалению... Распущен. Распущен, да. Он уменьшен там до каких-то, да, возможных... Возможного количества певцов, но, в общем, не пришлось оттуда уйти. И вот с 2007 года я регентом храма Христа Спасителя. Нужно пояснить, кто такой Матвеев. Не так давно у нас в гостях был Алексей Пузаков, регент тоже храма на Ордынке. Но тем не менее, да, да. Вот расскажите об этом человеке. Мы, кстати, с ним, с Алексеем Александровичем были в одно время. Он тогда... И прихожанами этого храма в одно время были, да. И он руководил левым клирсом и будничными службами. Так что мы, как бы... Знакомые. Ну, мы приятели, да, и само собой, разумеется. А познакомились мы, собственно, в этом храме. Этот хор был, конечно, явлением Николая Васильевича. Это потрясающий просто регент. Такие службы, они до сих пор в памяти, все эти переживания, они никуда не деваются. Такой силы подъем и глубина того ощущения, которое было на службе при пении этого хора, она вот до сих пор, сколько лет прошло. Представляете, вот это не забывай. Я думаю, что у всех, кто слышал этот хор, кто молился на этих службах, они этого забыть невозможно. То есть в ушах у тебя ты уходишь из храма, а у тебя до следующей субботы звучит то, что ты слышал. Это фантастически. А записи сохранились? Николая Васильевича? Николая Васильевича, да. И служение Екатерина Зернова. Конечно. Сохранились записи и студийные, у него же достаточно много дисков. И много народ просто писало на возможные тогда носители. Да, это тоже есть. Но службы, они отличаются от того, что сделано в записи студийной, отличаются. Потому что дух и то переживание, которое было у самого Матвеева в этот момент, они соответствовали моменту службы. И то, что выписано потом на диск, вынесено в концертный зал или в студию где-то, да, но есть потери. Есть потери. А я имею в виду всё-таки записи именно служебные. То есть вот Екатерина Зернов, епископ служит, запись, хор поёт. Я тоже такие делал записи. Просто вот с собой там банально приносили магнитофон, ставили и записывали. Есть они, они сохранились. Ну, давайте про Храм Христа Спасителя поговорим всё-таки. Да, давайте к этому хору вернёмся, к вашему, которому вы руководите. А что для вас, как для оригента этого хора, принципиально важное? Как вы для себя определяете, чем ваш хор отличается? Да, вот что вам важно донести до людей? Отличается от чего? Ну, есть много разных хоров, да. И есть хор Храма Христа Спасителя, который, ну, скажем так, со своей уникальностью. Вот расскажите об этом уникальностью. Ну, я бы, может быть, не совсем так поставил вопрос, потому что у нас нет желания как-то выделиться или чем-то отличиться от других. Вот дайте мы сейчас вот сделаем так, чтобы все об этом, ну, как там, Храм Храма Христа Спасителя, лишь хор сделал вот это. Мы абсолютно за этим. То есть нет такой задачи, она не стоит, и в голове у меня никогда такая мысль не появлялась. Но всё-таки это кафедральный храм Москвы. Каким-то особенным должен быть хор, который там поёт? Ну, он должен быть... Я думаю, что, в принципе, любой церковный хор должен быть особенным. Потому что здесь... Хорошее замечание. Да, как бы за... Ничего не стоит за тем, что он кафедральный, или он просто какой-то самый простой приходской деревенский. Значит, если мы говорим о церковном хоре и богослужебном пении, то оно должно быть такой высоты, ну, как рублёвская фреска. Да, мы же... Сколько таких фресок мы видим вне кафедрального собора. Да, в самых каких-то простых, где-то вот на сегодня... Казалось бы, где-то в глубинке стоит где-то храм, а в нём оказывается... Или в монастыре заброшенном, а в нём оказываются такие шикарные фрески. Человек думал о том, что он должен обязательно где-то расписать это вот в центральном соборе. Наверное, нет. Всё равно вы визитная карточка. Но вы визитная карточка, я думаю, что только потому, что мы находимся в храме Христа Спасителя. Это, конечно, налагает какую-то ответственность на регента, на хор, но она не принципиальная. А сколько регентов у вас? Я так понимаю, что вы не на всех службах регентуете? У нас вообще в храме три хора. Есть патриарший хор. За который вы управляете, да. И у нас есть молодёжный хор, который с нами поёт всеночные, все всеночные поют с нами. И поёт будние службы. Есть ещё очень большой хор, который называется Преображенский, который состоит из прихожан. В Преображенском храме? Нет. Он Преображенский так назван, потому что чаще всего там этот хор поёт. Но он... То есть это народный хор получается? Он представляет себя исключительно народный хор. И они созданы недавно, но я вот хочу сказать, что прогресс настолько очевиден в их движении. То есть они там настолько аккуратно всё делают, стараются. И это не прошло даром. Очень большие подвижки у них. И вот несмотря на то, что люди там пришли туда, я просто некоторых даже знаю, без всякого образования музыкального, они уже поют что-то серьёзное даже. И можно сказать, что... Да, хорошо поют. Вообще замечаю такую тенденцию. То в одном, то в другом, то в третьем храме. Вот слышишь о том, что появился народный хор. Надо пояснить, что это такое вообще народный хор. В моём представлении это люди абсолютно других профессий, да, которые являются прихожанами этого храма. Приходят после работы, занимаются, да, то есть тратят на это своё свободное время. Приходят по выходным, занимаются. Им дают при этом петь какие-то очень маленькие части службы. Иногда только где-то, опять же, по будням в основном доверяют полностью спеть литургию. То есть это такой чистой воды альтруизм, на который люди идут, видимо, из любви к богослужению, любви к пению. Да, да, совершенно верно. У вас, я так понимаю, прихожан, наверное, должно быть очень много таких, которые так хотят, вдохновлены вашим примером. Ну, я вот подробности, к сожалению, к сожалению, подробности не могу на эту тему сообщить. Это надо позвать регента. Народного хора. Народного хора. Храма Преста Спасителя. Вот. Я могу сказать, что это очень радует, что существует такая тенденция. Это нервнодушие какое-то. Да, 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 абсолютно верно. Неравнодушие и желание участвовать, активно участвовать в богослужении. Это очень хорошо. Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях регент хора Храма Преста Спасителя Илья Толкачёв. И я предлагаю послушать его хор под его управлением, патриарший хор. Ведь народный хор, это замечательно, чудесно. Мне кажется, можно выехать за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги, и там в любом храме, абсолютно в любом храме, будет петь народный хор. Замечательно совершенно. Согласна с тобой. Давай композицию послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Выключаем всякую подзвучку и поём в чистом виде, потому что это, конечно, значительно лучше. Это по звуку совершенно другое. То есть разница между тем, что человек слышит, когда он у нас находится на клиросе рядом с нами, и то, что он слышит внизу, абсолютное... Разные вещи. Просто разные вещи, да. Даже когда я сам иногда спускаюсь, чтобы там по службе надо мне в алтарь спуститься, и потом слышу, как хор поёт, мне не очень хорошо от этого, потому что трансляция сильно искажает всё, искажает звук, интонацию. А как вы выбираете репертуар? Вот Александрова вы исполняете за богослужением. Александрова исполняем за богослужением, да, довольно часто. Вообще мы подняли много чего из того, что люди не знали. Вот у Александрова это вот то, что явно никто даже предположить не мог, что вот такая красота, она где-то лежит, и почему-то её никто не поёт. Но на красота требует состава и, да, хорошо обученных певцов. Мы подняли Голованова, мы взяли много вещей, которые неизвестны у Никольского, у Чеснокова, какие-то вещи, которые не были исполняемы, ну, просто потому что недостаточно большой хор всё-таки требует у нас по сегодняшним временам приличный состав, в смысле даже количества. Это мы можем поднять какие-то партитуры, которые недоступны другим. Такие вещи маленьким составом просто не споёшь. А то, что на этом никакой остановки не произошло, то, что мы каждый раз за каждым практически богослужением и мы исполняем современных авторов, вот это, мне кажется, ещё более интересно. Потому что на сегодняшний день много кто пишет, но из этого много всё равно остаётся довольно мало. Надо уничтожить и брать ленчук. Да, после отсева остаётся довольно мало, потому что люди хотят высказаться, я имею в виду композиторов, на том языке, на котором они могут, но не всегда этот язык соответствует моменту и самому богослужению, и, в принципе, не соответствует даже просто каким-то элементарным представлениям о том, что должно прозвучать на тот или иной текст. То есть он даже просто тексту элементарным может не соответствовать. Мы сейчас вернёмся к современным авторам, тем более вы перед эфиром очень интересную историю нам рассказали. Думаю, что и слушателям будет тоже очень интересно. Да-да-да, про одну очень такую интересную нелку. Сейчас мы к этому вернёмся. Скажите, а вы знакомы были с кем-нибудь из певчих исторического хора? Вы говорите, что вы пели на Ордынке в храме. Я так понимаю, что это были 70-е, 80-е годы, да? Наверняка ещё кто-то жив был тогда. Вы знаете, нет, я, к сожалению, не могу похвастаться таким знакомством, ничего не могу по этому поводу сказать. То есть фактически вот то, чем вы занимаетесь, было вами и вашими предшественниками начато с нуля. А ну вот традиция не прерывалась благодаря Николаю Васильевичу, который всячески держал вот этот стиль синодального пения. Кстати, Николай Васильевич, он разве не пел в храме Христова Спасителя? Никогда? Нет. У меня таких сведений нет. Я напомню, что Николай Васильевич речь идёт о Матвееве, регенте хора Храма Всехскорбящих Радостей. На Ордынке. Да, на Ордынке, в Замоскворечье, и это действительно был выдающийся человек. Если возвращаться к современным композиторам, понятно, что не все достигают тех вершин, которые принято считать вот такими, как сказать, образцами духовной музыки. Ну, наверное, без общего фона не было бы и этих образцов тоже. Вот вы перед эфиром рассказали нам потрясающую историю. Хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже её узнали про немку, которая сейчас часто живёт в Петербурге, и произведение, которое вы исполняете. Кто она такая, и что за история связана с одним её очень интересным произведением? Ну, вот в ряду композиторов, которых мы исполняем, вообще много удивительных личностей. С Натальей Хаслером, которой идёт речь, я познакомился на московской осени, когда пришёл послушать концерт современной духовной музыки. И после этого у нас завязалась такая творческая дружба, она мне прислала ноты, которые мы благополучно записали даже. Ну, вот самым таким, наверное, кульминационным событием в этой записи было то, что она победила на конкурсе. Она православный человек. Она немка и в прошлом католичка, но крестилась в православии. И музыка её... То есть она... Перешла. Перешла, да. Ну, вот надо вот что сказать, что от той традиции католической, протестантской, европейской традиции подачи материала не осталось вообще ничего. То есть она настолько вот вжилась в православную, даже в стилистику православную. И не просто православную, а именно петербургскую школу. То есть вот в том диске, который остался у вас в качестве подарка, там мы специально сделали так, записали. То есть вот оно так получилось, но получилось, наверное, всё неспроста. То есть половина – это вот явно петербургский акцент, и половина – явно московский. А вот точнее, пожалуйста, вот мы периодически приглашаем в нашу программу людей, связанных с духовной музыкой, но вы очень интересную тему сейчас затронули, о которой мы почему-то ещё ни с кем не говорили. Петербургская, московская школа, петербургская, московская. В чём разница принципиально, в двух словах хотя бы? Чтобы даже было понятнее то, что мы сейчас чуть позднее послушаем. А вот видите, разница, вот чтобы наглядно это себе представить, достаточно сравнить архитектуру, скажем, там, Московского Успенского собора и, предположим, Исаакия. Исаакия, да. Со всеми его украшениями. Это такая же тема и в музыке. И достаточно просто послушать какие-то отдельные вещи, чтобы понять, насколько они имеют различия. А то, что касается вот этого эвакуационного момента, о котором мы называем в записи, то мы сделали такую вещь. Наталья Хаслер стала победительницей конкурса папы... Франциска. Нет, папы. Бенедикта. Бенедикта. Был такой объявлен год веры, и был такой конкурс на то, чтобы написать музыку к рэду, к верою. Она победила в этом конкурсе. Этот конкурс объявлен был на весь мир католический. Закрытый конкурс, никто не знал имен. Да, точно, никто имен, да, никто не знал. Она поучаствовала в нем и получила первое место. И у нее было условие, что запишет это произведение только патриарший хор храма Христа Спасителя. Она привезла эту партитуру, и мы это сделали. В этой вещи как бы два хора поют. Один хор в качестве чтеца, который читает, причем может читать на разных языках, и предполагается, что он должен читать на разных языках верою. Он такой вселенский символ, на котором можно... Постоянно менять язык можно. Мы записали на двух языках, по-латыни и по-церковно-славянски. Но была идея еще и по-гречески, и вообще как угодно. На любом, хоть на японском, да. На японском языке, да. Вот один хор поет все время, креду, а второй хор читает на этой музыке. Это очень интересная вещь. Мы сделали эту запись. Эта запись теперь... Ну, она транслируется по всему миру в качестве диска, которую сделала компания «Христофорус» немецкая. И мы получили вот такой лицензионный диск, который продается во всем мире. А вы говорили тоже до эфира, что только на концертах это может исполняться. А почему в храме в качестве эксперимента нельзя как-нибудь попробовать? Ну, во-первых, верою поет народ. Ну, я говорю, в качестве эксперимента. Нет, ну мы эксперименты... Народ не поет. Эксперименты мы в храме, наверное, стоять не будем. Это как-то не соответствует. По-любому не соответствует. А потом эта музыка предполагает всё-таки небогослужебный формат. Давайте послушаем Наталью Хаслер, её музыку. Верую, дорогие друзья, вот то, о чём сейчас Илья Борисович говорил, вы сможете послушать, купив диск, приобретя его. А мы послушаем... Какое произведение Натальи Хаслер? Произведение посвящено Ксении Петербуржской. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пишу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на Страстной неделе, и сегодня праздник Благовещения Престой Богородицы, это такие особые дни, когда, мне кажется, у любого хора, ну, как это сказать, режим повышенного напряжения, что ли, да, наступает. Каковы особенности жизни хора и песнопений, которые вы исполняете в эти дни на Страстной неделе? Мы практически живём в хорами на Страстной неделе, потому что служба у нас на утро и вечер, все службы практически с патриархом, и нам приходится по много часов в сутки находиться на клиросе. А если Святейший служит не в храме Христа Спасителя, а где-то в другом месте, но в Москве, например, вам приходится с ним ездить? Нет, не приходится. Поёт хор в том храме, в котором он служит. Что касается богослужений этой недели, вы могли бы рассказать о каких-то особенностях, да? Если, к примеру, человек заходит в храм, слышит, вот что такое он там слышит, благодаря чему он может понять, что сейчас действительно особые дни, вот нестандартное время. То, что Страстная неделя, она вообще такая в году, мне кажется, совершенно выпадает. Да, все песнопения, которые на Страстной неделе, и вообще большая часть песнопений, которые Великим постом, она, эти произведения, они не повторяются больше. То есть это такие вот разовые. Каждый день, каждый день своё. То есть к этому нужно подготовиться соответствующим образом, но учитывая всё-таки достаточно большой период и стабильный состав хора, мы уже это всё знаем, и к этому нам сейчас значительно легче подойти, чем в то время, когда я только пришёл, когда хор был совсем другим. Сейчас всё это проще, но песнопение настолько удивительное по мелодике, энергетике, что любой человек, который приходит в это время в храм, понимает, что это сегодня что-то необычное. Что касается исполнителей хора, что касается вас, как регента, понятно, мы каждую литургию пытаемся осмыслить не как воспоминания, а именно как сопереживание евангельским событиям, да, и ощутить себя, так скажем, их сопричастниками. Вы постоянно находитесь в храме, во время Страстной, как вы сказали, там фактически живёте. Вы это как ощущаете? Для вас это прежде всего музыкальное исполнение, или это тоже сопереживание? Ну, это сопереживание через музыкальное исполнение. То есть я думаю, что вот возвращаясь к той идее народного хора, когда бы все пели, они бы тоже сопереживали через музыку. И наша задача сделать таким образом, чтобы люди, которые стоят в храме, они как бы сами пели вот всё то, что мы поём. То есть идея в том, чтобы мы не мешали, не навязывали ничего своего, а чтобы мы были той средой музыкальной, в которой им комфортно молиться. То есть каждый человек, который пришёл, он бы стоял и понимал, что вот это то состояние души, которое требуется для этого сопереживания, соучастия. Вот задача такая. Но это возможно только в том случае, если ты сам в этом живёшь, то есть ты понимаешь, что... И не пытаешься себя подать через это. То есть в этом вот есть какое-то... Сейчас так думаю, что в этом есть тоже серьёзная доля смирения для регента. То есть таким образом так нужно этот материал музыкальный, выражаясь светским языком, подать, чтобы тебя там не было. То есть чтобы остался чистый текст, распетая молитва. Вот это очень важно. Важно дойти до этого. Ну, чтобы так получилось, для этого требуется очень много работы. Чисто технической, вот как вот на иконах, для того, чтобы хорошо написать, сколько человек должен потратить времени и поучиться, чтобы у него что-то вышло. Набить руку. Да, чтобы рука вот написала то, что потом будут веками смотреть и понимать, что это икона, а не просто какая-то мазня, да. Вот это же серьёзно. Так же и музыки? Давайте перейдём к музыке. Что мы сейчас послушаем? Мы послушаем музыку Голованова на текст Кондака Великой Субботы. Уже скоро. Да, очень удачное по музыке, мне кажется, сочинение. Одно из лучших его... Одно из лучших вещей его. Давайте слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня отец священник. То есть без детства. Поэтому я просто это знаю. И на клиросе соответственно. Вы, наверное, вы, наверное, еще и алтарничали. Ну а как же, естественно. То есть вы в церковь субтитры создавал DimaTorzok А дети священника, на них как-то это отражается? Что такое дома происходит? Ну, я тоже дом служил. Облача, кадины. Конечно. У меня один знакомый регент. Все это было. Один знакомый регент, хороший товарищ, своему ребенку устроил просто маленький храм, пошил облачения детские, какие-то священники пожертвовали ненужное кадило. Да, ну, конечно, все это было, естественно. Потрясающе. Но, конечно, понимаете, когда это в душе, ты не можешь остановиться. Ты вот пришел из храма, у тебя продолжается. Ты опять поедешь в храм, опять продолжать дома. То есть это как бы жизнь такая. Это не то, что там, давай, поиграем в школу, или поиграем там. То есть это просто потребность души, все. Скажите, а какие у вас любимые службы, ну, если отвлечься от того, что сейчас идет срастная, или, может быть, службы срастной? Да, может быть, они же совершенно уникальные, да. Может быть, что-то внутристрастное такое особое сопряжение. У меня какое-то особое отношение к воздвижению. А. И к сретению. Вот я не знаю, почему это так. Это просто есть вот какие-то вещи, которые... Прекрасный праздник. Да, да. А патриарх как-то участвует? Вы общаетесь с патриархом непосредственно о том, что вы исполняете в жизни хора патриаршего? Святейший сам принимает участие? Да, принимает. Очень активно принимает. Ну, в большей степени у нас совпадают вкусы, и мы даже как бы специально не обговариваем. Есть отдельные моменты, которые ему, вероятно, вот в силу каких-то собственных вкусов и той традиции, к которой он привык, опять же, петербургской, 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 есть, но очень незначительные. То, что вот мы поменяли конкретно под его пожелания, ну, это как-то меньше процента. Всё остальное... Ну, я, во-первых, сразу понял, о чём идёт речь, и, соответственно, для него ничего специально не было, вот там, чтобы радикально поменять репертуар, там, выбросить вот это, вот это не поём никогда. Нет. Но какие-то вещи, поскольку он любит просто, как он сам говорил, вот, маэстро, чётко и ясно. Вот чётко и ясно, но оно у нас так чётко и ясно было. Какие-то вещи мы подчеркнули просто, вот, и всё для него специально. Что такое Патриарший фестиваль Хора Храма Христа Спасителя, в котором... Это была моя инициатива, она поддержана Святейшим и всячески приветствуется. Вообще, Хор Храма Христа Спасителя является инициатором не только Патриаршего фестиваля, сейчас я об этом расскажу, ещё есть несколько идей, которые вышли от нас. Вот, в частности, два слова скажу о том, что у нас раньше, чем Патриарший фестиваль, возникло совместное такое дело с военно-музыкальным училищем. Суворовцы, мальчишки, которые занимаются музыкой, изъявили желание создать хор православный. Сами изъявили такое желание. Да, они сами изъявили, то есть мы им ничего не навязывали и обратились к нам за помощью. Мы, соответственно, отреагировали мгновенно на это дело, и сегодня уже много лет в военно-музыкальном училище существует под нашим патронатом, существует православный хор и даже предмет основы православной культуры, которую ведёт наша солистка нашего хора. Кстати, она там в этом училище получила лауреатство в номинации «Учитель года». Это ли вам не мальчики в хор, кстати? У нас мальчики в хор – это отдельная тема, это следующий этап. Это другая инициатива, о ней тоже можно говорить. Но вот существует, и эти ребята поют периодически, поскольку они очень сильно занимаются по своему направлению, у них там постоянно то парад, то какие-то выступления свои, но тем не менее воскресные литургии, они приезжают и поют с нами на два хора в храме Христа Спасителя. А Патриарший фестиваль? А Патриарший фестиваль – это следующая вещь. Патриарший фестиваль предполагает наше непосредственное участие в музыкальной жизни регионов. То есть мы решили сделать такую вещь. По всей России много талантов. Они живут там сами по себе. Мы едем в регион, устраиваем там отборочный тур детско-юношеских коллективов, индивидуальных исполнителей. Это не обязательно должно быть церковный хор, но они-то в том числе есть такая номинация, и церковный хор. Но это может быть и светский хор, это может быть отдельный какой-то ребёнок талантливый, который поёт. Но важно, чтобы он был связан с музыкой и с пением. Мы устроим этот конкурс, отбираем лучших, и 14 января каждого года, у нас было два только, пока ещё только два, но за эти два года, мы сейчас расскажем много чего сделали, 14 января эти дети участвуют в большом колоконцерте, рождественском колоконцерте, в зале церковных соборов, в храм Христа Спасителя. Кроме того, что в регионе проходит вот этот конкурс детей, мы даём мастер-класс для педагогов музыкальных школ, училищ для регентов. У нас с нами едут преподаватели Гнесинской академии, с Гнесинской академией у нас есть свой договор по этому пункту, они выделяют нам серьёзных людей, которые читают мастер-классы, и люди на месте получают сертификаты о том, что они прошли мастер-класс, это имеет значение для их карьеры музыкальной. Обзор. Да. И третьим этапом этого фестиваля является, собственно, выступление самого хора. Мы это делаем даже как бы в два этапа. Один этап – это литургия в Кфедеральном соборе на месте там, а второй – это концерт, в котором мы поём другую музыку, большей частью даже не богослужебную. Специально я сейчас стараюсь сделать именно два, вот две такие вещи, обязательно литургию, потому что мне кажется, что это самое главное вообще, в принципе, продемонстрировать ту атмосферу службы, которая при патриархии происходит, и которая может каким-то образом воздействовать на жизнь регионального… Церковного… Церковной жизни, да. Вот каким-то образом должна воздействовать на это. То есть вы показываете уровень и призываете людей к этому уровню стремиться. Ну, мы даже… Может быть, да, может быть, так вот это как бы слишком уже заявлено, типа, давайте смотреть, как мы делаем. Наверное, нет. Просто я бы хотел, чтобы вот эта атмосфера, которая у нас в храме сложилась, которая, мне кажется, хорошая атмосфера… Вы её транслируете. Мы её транслируем в то место, куда мы приезжаем. И второе – это просто такой светский концерт. Он абсолютно бескорыстный, бесплатный для слушателей. Никаких билетов мы не продаём на мастер-классы, мы никаких денег не собираем на то, чтобы всё это чисто благотворительная акция. Она несёт очень серьёзную комиссионерскую задачу, она даже несёт какую-то патриотическую задачу, потому что в этом случае народ, музыкальный народ собирается вокруг главного хора и главного храма, вокруг патриарха, в конце концов. То есть мы себя считаем здесь очень ответственными людьми в этом смысле. А за рубежом бываете? За рубежом бываем. Мы сейчас, вот фестиваль этот, кстати, приобрёл уже статус международного, потому что в последний раз мы приняли сербов, сербский хор и хор детей Донбасса. Вот даже такой, да, там при монастыре, приют. Мы очень активно участвуем в жизни… А монастырь в Донбассе? Да. Значит, мы очень активно участвуем в жизни вот именно таких детей тоже, потому что хор приютов, хор монастырские, детские музыкальные заведения. Вот их особенно привлекаем. Вот детей сложных, да, вот такого плана. У нас в последний раз выступали дети слепо-глухонемые. Вот вообще, то есть даже такое может быть. Хор слепо-глухонемые детки? Это просто вообще, да. Это такое чудо, которое, когда за ручку выводят слепого ребёнка, который поёт, ребёнок, который что-то видит ещё. То есть вот такого плана. То есть ребёнок, который что-то видит, ведёт за ручку ребёнка? Да. Ребёнок, который не видит на сцену. А у вас есть какой-нибудь сайт, где об этом подробнее можно прочитать, посмотреть, где, как вы выступаете? Да, есть такой сайт. Афиша? Да. Это сайт Патриаршего хора? Патриаршего фестиваля. Патриаршего хора есть свой сайт. Давайте назовём это же сайт. Никакой рекламы нет, я думаю. Да. И там обо всех... Патрфест. Патрфест.ру? Да. Обо всех благотворительных программах там можно будет прочитать, да? Да. Есть информация. www.патрфест.ру. Да, мы сейчас сделаем, немножко расширяем эту сторону. То есть мы немножко будем сейчас переделывать вообще всю эту историю с интернет-ресурсом. Но, тем не менее, сейчас это всё в рабочем состоянии. Вы знаете, праздник сегодня, Благовещение, и поэтому закончить нашу с вами беседу хотелось бы каким-нибудь праздничным песнопением. Наш храм, храм Христа Спасителя, освящен в честь Рождества Христова. У меня лично есть вещь, которую я написал для этого праздника. Это за достойник Рождества Христова. Предлагаю его. Очень хорошо. Тем более, что вашу музыку мы сегодня ещё не слушали. Да, отлично. Спасибо большое. Илья Толкачёв, регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Алла Митрофанова. Я, Алексей Пичугин. Всего самого хорошего. Слушаем музыку. Изрядно, пресвятей, пречистей, преблагословений, славней, владычице нашей Богородице и преснадебе Марии. Илья Толкачёв, регент Патриаршего храма Христова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На радио «Вера» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok